В связи с тем, что умер Фидель Кастро, Куба, конечно, столкнется сейчас с большими проблемами. Но здесь обнадеживает то, что сам по себе народ, он уже вкусил вот этот запах свободы от эксплуататорского труда. Это свободные люди, причем прекрасно образованные. На Кубе стандарты образования, они просто великолепны. Там с самого малого возраста все ходят на всякие секции, кружки географические разные, и людей буквально выращивают гениями. И вот это поколение уже выросло, которое в течение 20 лет обучалось. И из-за того, что было хорошее образование, они скоро придут и технологически продвинут Кубу. Это свобода и образование, это два наиболее важнейших компонента, которые нужны. Это вот у нас платное, например, образование, каждое. У меня сын ходит в подготовительный класс школы, и надо платить 8 тысяч рублей в этой же школе, в которую он пойдет в месяц. Но смысл в том, что страна, которая победила в 45-м году мировое зло, страна, которая запустила первого человека в космос, ну я имею в виду Советский Союз, сейчас при капитализме всячески пытается занизить стандарты образования. Это просто бред. А вот на Кубе стандарты образования очень высокие, и есть надежда такая, что, во-первых, лучшие врачи, лучшие инженеры, все выйдут из Кубы. Поэтому, собственно говоря, я совершенно не беспокоюсь за будущее Кубы, они найдут выход. В международном отношении, конечно, будут проблемы. США, и с приходом трамповской администрации, которая назвала Фиделя Кастро диктатором жестким, всячески будет пытаться экспансию свою проводить. И недаром мы видели вот эти глумливые танцы на улицах Майами, когда умер Фидель. Для многих отщепенцев был большой праздник, они танцевали, радовались. Все, что умер человек, это была такая большая вакханалия. Я смотрел прямые эфиры, люди были как бы счастливы, что умер Фидель. Но это не означает для них, что автоматически они вернутся на Кубу и смогут реализовать капиталистический образ жизни. Там уже выросло целое поколение, которое не станет сотрудничать с американцами. И, скорее всего, у Америки ничего не получится. Она не сможет превратить опять в бордель остров свободы. Будут какие-то элементы, да, рыночные там. Но чтобы полностью отказаться от того завоевания, которое благодаря Фиделю было сделано, этого не будет.